Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А сейчас, ребята, я хочу вам представить командира гвардейской атомной подводной лодки К-56 капитана 1-го ранга Мухина Бориса Тихоновича. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так вот, я вам как раз и советую... Сейчас у вас все есть возможности для того, чтобы учиться, учиться и еще раз учиться. У вас это должно быть самым заглавным делом в вашей жизни. А получите хорошее образование, хорошее... Продолжение следует... 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 Моряков, подводников, патриотов своей Родины, граждан нашего государства. С праздником вас, дорогие страны, наши подводники, здоровья вам и счастья. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам подводникам знакомо, что такое глубина. Пусть разлуга долго длится. Сомневает верность нас. Хоть моряку начальник снится глубина любимых глаз. Ждет его невеста дома. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну а сейчас мы попросим наших ветеранов, Георгия Алексеевича, Рассказать немножко о подводных силах. Крапкая история. Крапкая история. Дорогие ребята. Подводные силы или подводные лодки. Первая подводная лодка, попытка создать, была еще при петре первого. Так называемое потаенное судно. У меня выскочила... А, правильно. Вот, Ефим Никонов. Причем, этот автор этой лодки, чуть не утонул на озере. Но со смертью Китая первого, работы временно были прекращены. И первая настоящая подводная лодка, которая плавала под электромоторами, была создана и вступила в строй 19 марта 1906 года подводных сил военного полуфлота. Подводная лодка называлась «Дельфин». После нее началось строительство. Был создан первая, сначала дивизион, а потом бригада знаменитая, 25-я бригада подводных лодок, которая находится в Кронштадте. Вот. Она до сих пор существует. Это бригада. Уже в период революции Первой мировой войны и Отечественной войны было поставлено столько мин, что корабли не могли из Финского залива выйти в Балтийское море. И только подводники, рискуя жизнью выходили в подводном положении, учтите, ребята, в подводном положении, касаясь Минрива, все время отворачивая вправо, влево, это надо было такое искусство людей иметь, чтобы выйти в Балтийское море и топить фашистские корабли. в Северный флот, где колоссальный урон немцам принесли наши подводные лодки. Черное море воевали подводники. Затем Тихоокеанский флот. Из Тихого океана подводные лодки переходили южным путем на Северный флот. И одна из них была С-56. С-56 командовал ей впоследствии герой Советского Союза Щедрин. Подводной лодке было присвоено звание Гвардейской. Она была награждена орденом Боевого Красного Знамени. И вот я вам представлял сегодня командира К-56 К-56 Это уже атомной подводной лодки. Вот Борис Тихонович Мутин. Он как бы преемник Щедрина. Вот. Ну а дальше, ребята. До 56 года до 57 года у нас строились, причем строительство было очень большое, подводных лодок Малюток 615 проекта и подводных лодок 613 проекта. Вот я учился в училище Фрунзе и у нас окна вот где наш кубрик был прямо выходили на Неву. А напротив был завод по строительству. Так почти каждый день, почти каждый день стоял и новый корпус полетный лодок. На полу жильцов. А? Дальков. Жильцов. Лев жильцов, правильно. И механик Люлик Тимофеев были награждены. Им было присвоено звание Героев Советского Союза. Ну а дальше пошло, ребята, строительство. Крупное и быстрое строительство атомного подводного флота. Сверху доника. И скорость у нее под водой 30, а на торбедных подводных лодках до 35 узлов. А узел это 1 85- 86 километра. Вот представляете, со скоростью 60-70 километров такая махина двигается в море. Это только под водой. Дальше оружие какое. Современные подводные лодки имеют торпедное вооружение. Могут они из торпедных аппаратов выпускать ракеты. под водой выходит ракета, выходит наверх и идет на корабль. И баллистические торпеды, баллистические ракеты, которые имеют разделяемую боевую головку. Вот выходит одна ракета, а из нее несколько штук. Дальше представляете сколько вот эта одна ракета может уничтожить городов и какая территория. Но все это создано, что нигде нет такого братства как на подводной лодке. Или все побеждают, или все погибают. И такую вещь подчеркну вам радостно. Если вы обратили внимание, когда смотрели фильмы на подводниках, они все одеты одинаково. Только вот здесь на карманчике написано командир СПК, там командир ВЧ-3, или боевой матроса. Вы поняли? То есть все одинаково. Все выполняют одну задачу. Так вот, счастья вам в дальнейшей жизни, радости, всего, всего, здоровья. Валерий Николаевич, надо добавить о подводном. Несколько слов о флоте. с последний. Товарищи, наверное, из числа присутствующих без офицера из Таршин, я, наверное, самый последний, кто заканчивал службу в военно-морском флоте. Это был 1991 год. Значит, службу я проходил на атомной подводной лодке 941 проекта под названием «Акула». Это подводная лодка длиной 169 метров, подводным водоизмещением 48 тысяч тонн. Это громадина. Значит, она из себя представляла два параллельных корпуса, то есть две атомных подводной лодки, заключенные в один общий корпус. Между этими корпусами находились 20 пустовых установок для уничтожения вероятного противника. Наша доктрина в военно-морском полте была не наступательная, а оборонительная. Значит, в должности на которой я проходил службу на подводной лодке, я являлся командиром электротехнического дивизиона. То есть все, что было связано с электропитанием, электроснабжением, движением подводной лодки, находилось в моем заведовании. Подводная лодка по электроснабжению могла следующее достижение это зона отдыха, так называемая, которая из себя представляла сауну, два душа, циркульный душ, одна установка, бассейн, вместимостью 9,8 кубометра, дальше спортивный зал с тренажерами, установка для ультрафиолетового облучения подводников, и значит зона скажем так отдыха, где находилось 12 больших картин со звуковым сопровождением. Допустим, ты садишься в кресло, значит, цветовое изображение красной площади со звуковым сопровождением, когда идет смена почетного караула, то есть как бы представляешь себя находящимся на данном месте, допустим, на красной площади. служба подводника заключалась в том, что по приказу командования значит лодка уходила в море сроком на 90 суток. Погружалась и следующее всплытие происходило через 90 суток. Все это время лодка находилась подо льдами Арктики. Время от времени заметляя ход для того, чтобы прослушать, получили сигнал боевого управления на применение ракетного оружия. Если бы такой сигнал был получен, то лодка своим корпусом двумя точками носовой околечностью и боевой рубкой ломала лед, открывала крышки ракетных шахт и производила запуск ракетных. Из своей службы и жизни попросим рассказать капитана первого ранга Мухина Бориса Тихоновича. Ну, дорогие ребята, я хочу вам рассказать несколько примеров. Во-первых, я хочу сказать, что такое дизельный и что такое атомное. Дизельная лодка по габаритам меньше, по энергонасыщенности меньше, и плавательная лодка тоже меньше. Лодка это может плавательная лодка отозаводить в воду, а установленная лодка вынуждена всплывать и производить зарядные аккумуляторы. лодка тоже главный источник движения это аккумуляторы лодки. Поэтому она была завязана на том, что обязательно нужно всплывать, обязательно надо берут ее лодки и так далее. Тем более, что и воздух тоже требовалось расслежать свою лодку. Система регулирации в то время была не особенно современной. вот на атомных лодках это все было в корне изменено. Атомная лодка раз погружалась и могла всплывать через такое время, когда это было действительно необходимо. А так она могла выполнять все задачи под водой. Скрытно ее никто не видит, никто не слышит и хотя бы. Вот мне пришлось выполнять такие боевые задачи. Когда шла война в Американ американские авианосцы ходили из Америки в Вьетнам. И вот наши лодки, я командовал как раз такой лодкой, которая была создана специально для обнаружения и слежения за авианосцами и преследования и уничтожения. Вот эти авианосцы мы их сопровождаем они идут с Америки по Вьетнаму, но они как правило шли тихим ходом всегда. 5-6 узлов во всех портах остались, не торопились на войне. Но после пребывания там они как правило пребывали до 2-3 месяцев, после этого они уходили обратно в штаты. Но в штаты они уходили со скоростью 35 узлов. Вот на этой скорости нам приходилось их тоже с вами сопровождать. Вот на такие плавания продолжались несколько суток. 5-6-7-10 суток. Режимы очень опасны, длительные, вот эти очень обстановка очень напряженная. Вот такие задачи мне приходилось выполнять. и все это отлично поддерживали. И чем лучше подготовка была, тем надежнее и успешнее мы выполняли все эти задачи. Как правило эти все задачи мы выполняли успешно, вот замечаний не было и как правило все завершалось очень даже было хорошо. Но мы не скучили всякие. Вот я например скажу какие случаи могут произойти на подводной лодке. например когда приходили молодые матросы, а курить на подводной лодке нельзя. И вот такой один матрос взял и закурил в туалете, закурил сигарету и вот кто-то туда постучался в туалет он испугался этот опор что он не в туалет бросил фильтр воздушный а воздушный фильтр графитровая начинка и он раздулся сразу образовался пожаркой. Ну а при пожаре образуется что такое перед блокис утеров газ без запаха без цвета ну и вот иначе люди терят создание на боевых пасках вот пришлось аварийно всплывать ликвидировать эту опасность я причем привожу этот пример потому что это показывает насколько опасно нарушать вот эти правила корабельные правила которые установлены на корабле поэтому такие нарушения они как правило приводили к тяжелейшим последствиям правда этот случай мы потом разобрали вот сделали обсуждение хорошее вот и больше нас конечно таких случаев не повторяло самое дорогое у человека это жизнь вот медицинская служба плота и озадачена тем чтобы обеспечить аноклопотной лодке еще и дыхание и военно-морская медицина военно-морская гена для того чтобы все это познать нужно много и много я не буду задерживать вас долго внимания потому что рассказывать о похождениях подводной лодки С-13 я могу только когда меня пригласят отдельно потому что это долгое время мы выкладывались отдавали все силы для того чтобы устанавливать здоровье команды экипажа подводной лодки надо вам сказать что на море вот эти вот экипажи самые большие для города это я вам на память отставлю вот все 106 второй статьи вас в запасе к голову Анатолий Егорович 73 по 76 год на северном флоте но было тоже интересно потому что первые полгода было учебное учебное подразделение учебка готовят специалистов так вот общие понятия а затем учебный центр после учебного центра пришли на завод через завод пришли когда лодка стояла еще на сапелях в процессе монтажа так так уважаемые ветераны сегодня мне хотелось бы вас еще раз поздравить с большим праздником в 100-летии по ровным сил и разрешите улучить вам наши огромные подарки сейчас вам подарок подарили здесь диски четырьмя фильмами главным из которых я так по себе знаю думаю является фильм под названием первых после пола то есть фильм поставлен как раз о лодке 2313 ее командир по сценарию его жизнь ну а сейчас уважаемые ребята и наши гости мы объявим небольшой перерыв на 20 минут по рекламе то есть по плану у нас как говорится зорница ребята на 20 минут идут готовиться переодеваться ну а ветеранам мы покажем отрывки из нашего фильма то есть немножко покажем пароход господин великий новгород где мы были на практике сплавший с пороги помарки жем великий м м м великий